Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жарнакова представляет видеопрезентацию «Ян Клемминг. Как разведчик стал писателем». Бонд. Джеймс Бонд. Кому же не знаком этот культовый супергерой из ставших классикой шпионских романов? Агент 007 оказался настолько популярным, что чираж 14 романов о нем превысил четверть миллиарда экземпляров. Прототипами Бонда называют разных людей, но поразительно сходство героя прежде всего с автором. 28 мая этого года исполняется 115 лет со дня рождения Яна Флеминга. Ян Ланкастер Флеминг родился 28 мая 1908 года в Лондоне в семье члена парламента Валентайна Флеминга и его жены Эвелин Сан-Круа-Роуз. Яну было всего 9 лет, когда отца не стало. В 1917 году он погиб на Германском фронте. Некролог, ведущую газету Англии «Таймс», написал сап Уинстон Черчилль, близкий друг героя, посмертно награжденного орденом за выдающиеся заслуги. Женщина намеревалась дать сыновьям лучшее образование из возможных, поэтому дети учились в престижной частной школе Дарнфорд, которая готовила к поступлению в Итонский колледж. Будучи ребенком, Ян уже проявлял характер, вступал в открытые конфликты с руководителями школы и стал главным заводилой. В те годы мальчик начал увлекаться гольфом и пережил первую любовь. Смерть отца оказала сильное влияние на детей, и память о нем хранилась как священная. Интересный факт, что фото некролога Валентайна, подписанного его близким товарищем Уинстом Черчиллем, всегда висело в комнате сына. В 1921 году Флеминг поступил в Итонский колледж. Ян не был отличником учебы, но преуспел в легкой атлетике. Кроме того, он был редактором школьного журнала. Образ жизни Флеминга привел к конфликту с воспитателем Слейтера, который уговорил мать Флеминга забрать сына из Итона в начале второго семестра, чтобы юноша прошел подготовительные курсы перед поступлением в Королевский военный колледж в Сан-Хёрсте. В Сан-Хёрсте Ян не провел и года. Он покинул колледж в 1927 году, так и не пройдя комиссию. В 1927 году Эвелин отправила сына в Тенерхофф, небольшую частную школу. Здесь Ян должен был подготовиться к возможной работе в Министерстве иностранных дел. Получив языковую практику, Флеминг некоторое время обучался в Мюнхенском и Женевском университетах. Ян подал заявку на вступление в Министерство иностранных дел, но провалил экзамены. Эвелин снова вмешалась в дела сына, договорившись в октябре 1931 года с сэром Родериком Джонсом, главой новостного агентства Reuters, о должности помощника редактора и журналиста для Яна. Через два года, в 1933-м, Флеминга отправили в СССР. В Москве Флеминг должен был освещать показательный процесс над шестью инженерами британской компании Metropolitan Wickers, обвиненную в шпионаже. Ян даже пытался договориться об интервью со Сталиным и был потрясен, получив записку за личной подписью советского лидера, в которой тот просил прощения за невозможность встретиться с Флемингом. В октябре того же года Ян поддался уговорам семьи и перешел на работу в банковскую сферу, представителем которой был его дядя Харткорд. Там Флеминг получил должность финансиста. В 1935 году он перешел на работу на должность биржевого маклера. Ни в должности финансиста, ни в должности маклера Ян не добился успеха. Однако биржевые дела вскоре наскучили Флемингу авантюристу, и в 1939 году он оказался в военно-морской разведке. Эта служба была ему по душе, и именно здесь раскрылись все способности будущего писателя. В мае 1939 года Ян Флеминг был завербован на должность личного помощника контр-адмиралом Джоном Готфри, который был директором управления разведки Королевского военно-морского флота. Спустя годы Флеминг выведет его в своих произведениях в качестве шефа Бонда М. Флеминг оказался неоценим в качестве помощника Готфри и преуспел в административной работе. Ян Флеминг также работал с полковником Диким Биллом Донованом, специальным представителем президента Рузвельта по вопросам сотрудничества разведывательных ведомств. В мае 1941 года Ян сопровождал Готфри в Соединенных Штатах, где помогал создавать концепцию Бюро по координации информации, департамента, который позднее превратился последовательно в управление стратегических служб и Центральное разведывательное управление. Служба в разведке для Яна Флеминга пришлась на годы Второй мировой войны. Разработка секретных операций позволила ему проявить недюжинную фантазию. Он всегда просчитывал все до мелочей, учитывал риски, координировал действия союзников. Те же операции, которым не суждено было состояться в реальности, успешно провел Джеймс Бонд на страницах книг. В разведке Флеминг чувствовал себя как рыба в воде. Тем не менее, больше, чем блестящие операции, командованию нравились его отчеты. Стиль, продуманная композиция, литературное мастерство делали его доклады захватывающими детективами. В 1942 году Ян Флеминг участвовал в англо-американском саммите разведывательных служб на Ямайке и, несмотря на дождливую погоду во время саммита, решил после войны поселиться на острове. В 1945 году был построен дом, названный «Золотой глаз». Происхождение названия дома и поместья, где Флеминг писал романы о Бонде спорно, сам Флеминг говорил, что название было дано одновременно в честь военной операции «Голден Ай» и романа Карлсон Маккалерс «Блики в золотом глазу», в котором описано использование американских флотом британских военно-морских баз в Карибском бассейне. О планах по написанию шпионского романа Ян впервые сообщил друзьям еще во время войны. Флеминг начал работать над первой книгой «Казино-Рояль» в особняке «Золотой глаз» 17 февраля 1952 года, черпая вдохновение из собственных опыта и воображения. Как позднее, утверждал Флеминг, он начал сочинять роман, чтобы отвлечься от предстоящей свадьбы и считал его ужасно нескладным опусом. Рукопись была напечатана в Лондоне «Джуан Хоу», которая стала одним из прототифов «Миссис Мэнни Пенни» из романов о Бонде и секретарем Флеминга во времена его работы в «Таймс». Когда работа над предварительным вариантом первого романа находилась в финальной стадии, Ян позволил ознакомиться с копией черновика своему другу и писателю Уильяму Пломеру, который отметил, что какой-либо элемент интриги отсутствует начисто. Тем не менее, Пломер посчитал, что книга вполне может быть многообещающей и поэтому отправил черновую рукопись в издательство. Сначала там отнеслись к роману без энтузиазма, однако брат Яна, Питер, уговорил издателей напечатать первый роман брата. 13 апреля 1953 года «Казино Рояль» был выпущен в твердом переплете с обложкой, разработанной флеймингом по цене 10 шиллингов 6 пенсов. Книга была очень быстро распродана и потребовалось еще три дополнительных тиража, чтобы перекрыть спрос. Сюжет романа закручивался вокруг приключений Джеймса Бонда, офицера секретной разведывательной службы, известной как Ми-6. Бонд также известен под кодовым именем 007 и был командором Королевского военно-морского резерва. Своё имя главный герой получил в честь американского орнитолога Джеймса Бонда. В интервью, данном в 1962 году еженедельнику «Нью-Йоркер», флейминг пояснил, «Когда писал первый роман в 1953 году, я хотела сделать Бонда очень скучным, неинтересным человеком, с которым что-то произошло. Я хотел, чтобы он стал тупым инструментом. Когда я озадачился поиском имени для своего главного героя, я подумал, боже, Джеймс Бонд, наискучнейшее имя, которое я когда-либо слышал». В образе главного героя произведений Флеминга воплотились качества тех людей, которых Ян встречал во время службы в разведке. Автор признался, что Бонд объединил в себе все типы тайных агентов и команда, с которых он встречал во время войны. Среди тех, с кого писался Бонд, оказался и брат Яна Питер, которым Флеминг восхищался и который участвовал в операциях в тылу врага в Греции и Норвегии во время войны. Флеминг представлял, что внешне Бонд будет выглядеть как композитор, певец и актер Хоги Кармайкл. Историк Бен Макентайр предполагал, что в описанном Яном Бонде просматриваются также черты самого Флеминга. В романах Бонд описывается как мрачный, довольно кровожадный, с хорошей внешностью. Некоторые аспекты личности Бонда были списаны Флемингов со шпионов Конрада О'Брайен Френча и Билла Дандердейла, главы отделения Ми-6 в Париже, который носил запонки и костюмы ручной работы и разъезжал по Парижу в автомобиле Роллс-Ройс. Другим вероятным прототипом Бонда был сэр Фитцрой Маклей, а также двойной агент Ми-6 Душан Попов. Кроме того, Флеминг наделил героя чертами своего характера и пристрастиями, такими как гандикап в гольфе, пристрастие к омлету, любовь к азартным играм и использование определенной марки туалетных принадлежностей. Если говорить о стилистике произведений, то Флеминг отказался от принципов традиционного английского детектива типа Конан Дойля или Агата Кристи, основанных на логическом ходе раскрытия преступлений, совершенных на фоне повседневной британской действительности. Действие переносится на международную арену, а герой романов более не является скромным защитником законности и справедливости. Образ Бонда, созданный Флемингом, представляет собой сыщика по особо важным поручениям, ловкий убийца, сверхвеносливый и сверхпроницательный, сноб с презрением, относящийся ко всему неанглосаксонскому. Как и автор Бонд окончил колледж Итан, Бонда с его создателем также роднит присущим обоим высокомерие и снобизм. После публикации первого романа Флеминг использовал свой ежегодный отпуск на Ямайке для написания другой истории о Бонде. 12 романов о Бонде и два сборника рассказов были опубликаны в период с 1953 по 1966 год. Последний роман и второй сборник рассказов вышли в свет уже после смерти автора. Большая часть исходных данных для истории бралась Флемингом из собственного опыта работы в военно-морской разведке и событий Холодной войны. Так в сюжете романа «Из России с любовью» фигурирует шифровальная машина «Спектр», с помощью которой антагонисты собираются заманить Бонда в ловушку. Шифровальная машина в произведении является отсылкой к немецкой шифровальной машине, носившей название «Энигма». Сцена со шпионами в «Восточном экспрессе» является отсылкой к истории Юджина Карпа, американского военно-морского атташе и агента разведки в Будапеште, который воспользовался «Восточным экспрессом» в феврале 1950 года, когда перевозил документы о сети американских шпионов в Восточном блоке. Многие имена, использовавшиеся Флемингом в историях о Бонде, имели реальных носителей. Скороманга, главный злодей романа «Человек с золотым пистолетом» был назван в честь итанского одноклассника Флеминга, с которым Ян враждовал. Голдфингер из одноименного романа был назван в честь британского архитектора Эрно Голдфингера, чьи работы вызывали у Флеминга отвращение. Сэр Хьюго Дракс, антагонист романа «Лунный гонщик», был назван в честь знакомого Флеминга адмирала Реджинальда Дракса, а помощник Дракса Крепс получил имя в честь последнего начальника штаба Гитлера генерала Крепса. Флеминг говорил о своих работах. Хотя триллер не может называться литературой с большой буквы, можно описать то, что я описываю, как триллер, предназначенный для чтения в качестве литературы. Среди тех, кто оказал на него влияние, Флеминг называл Реймонда Чандлера, Дэшела Хэммета, Эрика Эмблера и Грэма Грина. В мае 1963 года Ян Флеминг написал статью для журнала Books and Bookman, в которой описал свой подход к сочинению истории о Бонде так. Я пишу в течение трех часов утром, и я работаю еще часок-другой между шестью и семью часами вечера. Я никогда ничего не исправляю и не возвращаюсь назад, чтобы посмотреть, что я написал, следуя моей формуле о написании двух тысяч слов в день. Реймонд Бенсон называет стиль Флеминга «разворотом Флеминга», который представляет собой крючок, забрасываемый автором в конце главы и позволяющий затянуть читателя в новую. Эти крючки прекрасно сочетаются с тем, что Энтони Бёрджес назвал усиленным журналистским стилем. Речь идет о скорости повествования, которое дурит читателя насмешкой над уже прошедшей опасностью. Первое произведение Яна Флеминга в жанре документальной прозы «Алмазные контрабандисты» было опубликовано в 1957 году и частично основано на данных, которые Флеминг собирал при написании романа «Бриллианты вечны». Большая часть материала появилась в «Таймс» и была основана на интервью Флеминга с Джоном Куллардом, членом Международной организации алмазной безопасности и бывшего агента МИ-5. В США и Великобритании книга получила противоречивые отзывы. Первые пять книг о Бонде «Казино Рояль», «Живей, дай умереть», «Лунный гонщик», «Бриллианты вечны» и «Из России с любовью» в целом получили положительные отзывы. Ситуация начала меняться в марте 1958 года. Месяц спустя был опубликован роман «Доктор Но» и Флеминг получил жесткую критику от ряда рецензентов, которые, по словам Бена Макентайра, зациклились на Флеминге. Произведения Флеминга не отражают действительность, а искажают ее. Методика построения сюжета была примитивной и откровенно спекулятивной. Автор не утруждает себя логическим обоснованием путей выхода его главного героя из заведомо безвыходных положений, стремясь удержать внимание читателя нагромождением фантастических опасностей. Произведения его лишены элементарной логики и правдоподобия. Все эти изъяны он маскирует подробным описанием деталей. Злодеи в книгах о Бонде, как правило, происходили из центральной Европы, славянских стран или Средиземноморья. Они имели сложное наследие и запутанное темное прошлое. Злодеи неизменно были изобретательными, проницательными и богатыми. Если говорить о тематике работ, то основными темами в произведениях были положение Великобритании в мире, последствия Второй мировой войны. Периодически в романах возникала тема товарищества и дружеских отношений Бонда с людьми, с которыми ему приходилось работать во время миссий. С первого романа серии сильна была тема предательства, а также самая очевидная тема борьбы добра со злом. Кроме того, в романах часто поднимается тема англо-американских отношений, отражающих ведущую роль США по защите Запада. Книги Яна Флеминга всегда хорошо продавались, но в 1961 году спрос резко возрос. 17 марта этого года, через 4 года после публикации и через 3 года после резкой критики в адрес доктора Но, журнал Life назвал роман «Из России с любовью» одной из 10 любимых книг президента Кеннеди. То, что книга нравилась президенту и то, как новость об этом разлетелась по всей стране, привело к росту тиражей, сделав Флеминга самопродаваемым автором криминальных романов в США. Сам Флеминг считал роман «Из России с любовью» своим лучшим творением, хотя и отмечал замечательно то, что каждая книга нашла свою аудиторию и не была полностью осуждена. В апреле 1961 года у Флеминга на еженедельной встрече в редакции случился сердечный приступ. Пока Ян восстанавливался, один из его друзей подарил ему экземпляр книги Пеатрис Поттер «Сказка о белке Надкине» и предложил Флемингу записать сказку, которую он рассказывает сыну Каспару каждый вечер перед сном. Флеминг с удовольствием взялся за дело. Результатом трудов Флеминга стала единственная его детская книга «Пиф-паф ой-ой-ой», опубликованная в октябре 1964 года через два месяца после смерти автора. В июне 1961 года Ян продал шестимесячный опцион на права экранизации опубликованных и будущих романов и рассказов о Джеймсе Бонде Гарри Зальцману. Зальцман договорился с Альбертом Брокколи о совместной экранизации истории о Бонде. После продолжительных поисков на главную роль в пяти фильмах, начиная с «Доктора Ноу», был утвержден Шон Коннери. Образ Бонда, представленный Коннери в фильмах, повлиял и на Бонда литературного. В романе «Живешь только дважды» первым написанным после экранизации «Доктора Ноу» Флеминг наделил Бонда чувством юмора, которое отсутствовало в предыдущих книгах. В январе 1964 года Ян Флеминг отправился на Ямайку, где провел свой последний отпуск и написал первоначальный вариант романа «Человек с золотым пистолетом». В час ночи 12 августа 1964 года Яна Флеминга не стала. Последние две книги «Человек с золотым пистолетом» и «Осьминожка» и «Искры из глаз» были изданы посмертно. Роман «Человек с золотым пистолетом» был опубликован через восемь месяцев после кончины Флеминга и не прошел окончательную авторскую редактуру. Последняя книга о Бонде «Осьминожка» и «Искры из глаз», состоявшая из двух рассказов, была издана в Британии 23 июня 1966 года. Ян Флеминг как-то сказал «Книги пишут ради славы, удовольствия или денег. Я пишу ради удовольствия и денег». Автор признавал, что в своем творчестве не апеллировал к разуму и сердцу и не собирался переделывать мир или человеческую природу. Он лишь писал о ней на волне послевоенной разрухи, распада и непонимания, «Как жить дальше». Влияние Бонда экранного и книжного очевидно в различных книгах, фильмах и персонажах, таких как Костин Пауэрс и Джейсон Борн. 15 апреля 1996 года в честь знаменитого писателя была названа «Улица в Нью-Йорке», на одном из домов которой появилась надпись «Ян Флеминг», создатель Джеймса Бонда. С 2002 года Американская ассоциация писателей и детективов учредила новую награду «Стальной кинжал» Яна Флеминга, присуждаемый лучшему автору шпионского романа. В 2011 году Флеминг стал первым англоязычным писателем, в честь которого был назван «Международный аэропорт». Дом писателя на Ямайке существует до сих пор. На рабочем столе Яна Флеминга стоит его фотография, а рядом лежат книги об агенте 007, почти таком же удачливым и рискованным, как и его создатель. Продолжение следует... Продолжение следует...